Начало летнего сезона – горячее время не только для работников туристической отрасли, но и для модельеров и дизайнеров. Об этом в репортаже моего коллеги Эмили Шлеймовича. Это модное дефиле – тот редкий случай, когда зрители в первую очередь действительно смотрят на лица манекенщиц и уж потом на все остальное. Оценить, насколько красивы их глаза, проблематично, ибо скрыты они под солнцезащитными очками. Именно эта часть гардероба, ставшая уже почти обязательной в светлое время суток, была продемонстрирована гостям мероприятия «Голден Глам», приуроченного к открытию летнего сезона. Впрочем, звезды кино и телевидения и сами люди довольно искушенные в искусстве выбора одежды для глаз. Когда я выбираю себе очки, я не заглядываю заранее в глянцевые журналы, чтобы узнать, что сейчас в моде. Просто захожу в магазин и выбираю те, что понравились. Как правило, потом выясняется, что как раз этот стиль сейчас модный. У меня в гардеробе около 30 пар очков. У меня их более сотни, сколько точно, даже не знаю. Если появляется новомодная новинка, я ее покупаю, но при этом никогда не выбрасываю старые очки. Периодически ношу, в зависимости от настроения и того, во что одета. Может, еще и потому, что очень люблю винтаж. Очки, выдержанные в этом стиле, могу купить за любые деньги. А вот продавать какие-либо не собираюсь, только после моей смерти. В рамках все еще модного стиля винтаж, апеллирующего сейчас вслед за модой в одежде к 70-м и 60-м годам прошлого века, хитом нынешнего лета обещает стать модель кошачий глаз. По-прежнему популярны авиаторы с зеркальными линзами и оверсайз – очки большого размера. Также на протяжении последних лет дизайнеры уделяют большое внимание дужкам – широким с просветами, иногда украшенным стразами, эмблемами. Иногда их инкрустируют драгоценными камнями, превращая оправу в ювелирное украшение. Впрочем, многим достаточно и того, чтобы их очки были просто практичными. Я занимаюсь спортом. Для меня очень важно, чтобы очки держались на лице, когда я занимаюсь бегом или выполняю другие физические упражнения. Что касается стиля, то я не так уж внимательно слежу, чтобы тут был квадратик, а тут кружочек. Главное, чтобы они не падали. Не падает и спрос на очки. В Израиле, стране жаркой и солнечной, находиться без них на улице просто опасно. Особенно людям со светлыми глазами, они более чувствительны. Более того, в последнее время именно в Израиле покупают очки туристы, приезжающие сюда из разных стран мира. По их мнению, то, что хорошо для израильтянина, живущего в условиях почти вечного лета, то не может не подойти и жителям стран с более мягким климатом. Туристы из России, Украины и многих других стран все чаще приходят в наши магазины. При том, что могли бы купить очки или у себя дома, или в других странах, предпочитают покупать в Израиле. А объясняют они это тем, что у нас при очень большом выборе моделей и марок цены куда ниже, чем, например, в Европе. Кроме того, некоторые модели в других местах и не найти. Тех, кто предпочитает смотреть на мир через розовые очки, разочаруем. Кислотные цвета уже не в моде. Исключение может быть сделано разве что для Элтона Джона. Он, кстати, уже выставил свою коллекцию солнцезащитных очков на всеобщее обозрение. Коллекцию, подобную которой, сегодня может собрать любой завсегдатой одного из специализированных магазинов.